В таинстве крещения мы трижды плюем на сатану, обещаем Богу доброй совести, но однако Господь знает нашу немощь и после крещения не затворяет врата Рая и Царство Небесное. Человек даже после крещения, будучи христианином, давший обещание Богу не возвращаться к делам дьявольским, делает это, Господь, тем не менее, прощает его, потому что он любящий Отец. Бог любит грешников, кающихся. Не грешников, а грешников, кающихся. Так же в твоем случае произошло. Ты покаялся, я тебя пинками загнал на эту исповедь, потому что без Бога это невозможно. Должны быть руки священника, истинного, рукоположного, незапрещенного. Ну, а если нет священника, то можно исповедоваться и душу, как говорится, излить, в жилетку поплакать другому человеку. Бывают даже такие случаи, что и мирянин может крестить человека, если батюшки нет. Знал ты такое? Вот. А церковь такое вот правило установила, потому что есть такие народы, где еще нет священников. В плену там у татар. Раньше он был татар-монгольской. Ну, где там священника? Человек уверовал. Кто-то ему рассказал, дал благою весть. И он хочет принять крещение, измениться, перестать грешить. Вот. Хорошо поговорили. Поблагодарим Бога. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ты не против, что этот ролик выставится в интернет? Ты не против. Ну, а если люди будут такие вот у нас в общине, что вы вот это вот выставляете все? Что ты им скажешь? Ну, как бы, пример. Пример для других. Правильно, Вася. Чтобы другие посмотрели этот ролик, и для них была польза. А нам-то что от того? А мне все равно, что будут думать о мне, люди. Ты уже не такой. Если ты покаялся, ты уже не анонис. Поэтому ты так легко и говоришь. То есть, произошло истинное, искреннее покаяние в этом. Вот. И все. Ты опять вернулся в общину православную. Соглашенными пока выходишь. Надо у батюшки спросить, коли у тебя блуда не было, был этот грех. Может быть, там как-то уже заблуд там, по-моему. Ну, я сейчас не знаю, сколько там, два, три, пять лет. Но этот грех может быть не такой смертный. Вот то, что ты... Ну, при крещении я каялся, но потом после крещения сорвался. Ну, а кроме анонизма, лени, там еще что-то там было. Матерки были после крещения? Ну, вырывались. Вырывались. Тоже от этого нужно отгребаться. Как только сматерился, сразу сто поклонов земли. Тоже Господь даст силы. Это страшный грех. Воровал после крещения? Да как воровал? Ну, ты, конечно, не брать даже с мусором. Ну, да, это не воровство. Ну, все равно чужое, чужое. Не свое лучше не брать. Конечно, кто-то выбросил, то это не грех, если он выбросил, она ему не нужна. Ну, осознанно я так не воровал. Только в детстве. Завидовал кому-нибудь? Нет. А кого завидовать-то? Ну, кому. Может, брат, он у тебя богатый, он какой. Да, какой. Кого ему завидовать? То есть, ты его богатый. У него тоже ума нет. Все забывает. То есть, нечем там завидовать. Ну, может, какому-нибудь другому человеку завидовал. Кто умнее там тебя. Да, и давление у него плюс к этому еще, к безумию. Какое давление? Ну, давление крови. Гипертония. Таблетки пьет. Да, я не знаю, пьет, не пьет, но говорит, что на голову давление. Ну, если выпивает. Понятно. От давления надо, во-первых, днем не ложиться никогда. Кто днем привык, к лениться, ложится от того, как... Так и он. И он сантехником работает сутки и отстоит. Ну, может, и днем спать. Ну, понятно. Ладно, все. Благодарю за разговор. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Слава тебе, Боже наш. Слава Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Аминь.